Блуд так долго мучился в яой новеллах, что этот новелл для него просто глоток свежего воздуха. Ой-ой-ой, Блуд, ты попал там просто дохренища, концов к нему спаррить. Можно ссылочку на русский перевод? Блядь, Ютуб... Блядь, это не Гугл... Ческий топ. Спасибо, спасибо за мои сисочки. Ну что, мои дорогие друзья, всем привет, с вами Блуд Лайнес, Блуд Линес, Блуд Хинес, Вагинес. Короче, ну как бы да, продолжаем мы с вами играть в доки-доки литературный клуб. Я смотрю лайков в принципе немного и просмотров не так тоже много, как на яойных играх и тому подобное. Но я вам хочу сказать то, что как бы я продолжаю в принципе снимать для того, чтобы вам нравилось и для того, чтобы мне нравилось. Потому что я обожаю эту игру, дико обожаю, но у меня были небольшие неполадки и мне пришлось переустановить винду и почему не было серии. И вот поэтому, да, я не знаю будут неполадки или нет и нормально ли серия запишется, но я вижу, что вы ставите лайки. И самое главное, если вы будете и дальше их ставить, то серии будут выходить намного быстрее. Если сегодняшняя вот эта серия наберет хотя бы 200-300 лайков, да, там, то сегодня будет еще две где-то так серии. Именно сегодня я забабахал их. Вот. А мы остановились на том моменте, что мы узнаем там, что там у Нацуки, Моники за стихи и тому подобное. Вот. И как бы мы сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, потому что, честно говоря, игруха охрененная. И знаете, что я вам скажу? Самое интересное. Самое интересное то, что мне надо было бы открыть файлы этой игры. И почему вы спросите, да, типа, Bloodlines, почему? Потому что, я не знаю почему, на самом деле, я серьезно не знаю, но все говорят, что надо, чтобы файлы открытые были игры. Но, наверное, это будет попозже, пока эту серию запишем, так, нормально. Я не знаю, в принципе. Ладно, поехали. Нацуки, хм, что ж, могу признать, это получилось лучше, чем последнее. Приятно видеть, что ты стараешься. Ну, это хорошо. Так, типа, ну, наш стих там оценивает себя нормально. Если подумать, оно довольно сильно напоминает вчерашнее стихотворение Сайори. Э, ты так думаешь? Да, ну, раз вы с ней так долго дружите, ты вполне мог бы с ней быть на одной волне. Но ты никогда не ассоциировался у меня с ее типом. Оказывается, у Сайори есть какой-то тип. Да не знаю, но как может она такая легкомысленная проводить столько времени с человеком вроде тебя? Ну, если она легкомысленная, я, в принципе, тоже легкомысленный, да? Это как бы если бы она завалила ярмо себе на шею. Ух, это было, это вообще-то как бы немного чересчур. Но взгляни на это, с другой стороны, не будет меня рядом. Она, вероятно, просто улетела бы, как упущенный воздушный шарик. Можно сказать, мы по-своему заботимся о друг друге. В любом случае, я этого не понимаю. А да, кажется, я должна показать тебе свое стихотворение. Да, друзья, как вы помните, прошлое стихотворение было, как муха села на варенье, вот и все стихотворение. Там конь скачет, осел там и кает, и там подобное. Вот. Ну что, посмотрим. Эми любит пауков. Вот что я слышал об Эми. Она любит пауков. Мерзких, гадких, волосатых. Не стану с ней водиться из-за ее дружков. Знаете, музыка такая, как будто бы, я не знаю, мы читаем стих ДЦП, но я бы не сказал, что это ДЦП. Но есть такой фильм, вроде бы, если я не ошибаюсь, про паука и свинью, и там вроде бы, может быть, это о нем, может, она украла этот стих или типа такого, может быть, я ошибаюсь. У Эми милый певчий голос, мою любимую, она песню поет каждый раз, как хор я слышу, мое сердце в ритм бьет. Но она любит пауков. Не подружусь я с ней хоть за сотню пирогов. Однажды я ногу больно ушибла и сказала, ай, блядь, больно в ноге. Эми мне помогла до лазарета дойти. Прикасаться к ней было противно, она грязна, раз ей понравил пауки. Так что дружить мне с ней будет стыдно. У Эми много друзей, она всегда в центре внимания, о пауках она заводит много речей. А вдруг пауков полюбит ее компания? Никогда не быть нам подругами с ней. Блядь, как же неудобно читать, особенно в маленьком экране. А вы спросите, почему она была в лесной игре в маленьком экране? А я сам не знаю, я уже не помню. Ладно, какая разница, что у нее есть другие увлечения? Какая разница, что она не говорит о них? Какая разница, что они все безобидны? Этому не может быть прощения. Отвратительные тварям нет оправданий никаких. Мир будет лучше без паука-любов, это очевидно. И я соберусь всегда, ой, всем раскрыть глаза. Короче, херня какая-то. Я понял, что Нацуки походу не любит пауков или хрен его знает. Но на самом деле у меня такое ощущение, как будто бы она просто украла это. Где-то... Сейчас пиздюлей получишь! Сука! На самом деле, извиняюсь, конечно, но у меня кот просто начинает сейчас драть обои. Я тебя убью сейчас просто. Ты... Сука. Я еще понимаю, это старые обои, но... Если я сейчас новую поклею, это пиздюк будет драть их? Извиняюсь, если я кого напугал. Фух, так, друзья, это полный пиздец, на самом деле. И если, конечно же, кто-то напишет сейчас, типа, кота не трогай, ты ублюдок. Я скажу вам, пошли нахуй, просто-напросто, сразу, потому что... Знаете почему? Потому что, сока, копите сначала обои и поклейте их. Это, на самом деле, я бы не сказал, что большие деньги и тому подобное, но, на самом деле, есть такие люди, где им, наверное, 12-13 лет, они напишут такие комментарии, я уверен. Ладно. Хотя, в принципе, на этой игре вряд ли напишут. Потому что эту игру более такие взрослее люди смотрят. Ладно, неважно. Неплохо, да? Сегодня несколько длиннее, чем вчера. Вчера была совсем короткая. Я просто разогревалась. Ты же не подумал, что это лучшее, на что я способна. Нет, конечно, нет. Как бы то ни было, эта идея стихотворения довольно понятна. Сомневаюсь, что мне имеет смысл ее ржевывать. Иногда ты можешь объяснить сложные вещи с помощью простых аналогий. Это помогает людям осознать, насколько глупо они порой себя ведут. Ведь каждому понятно, что суть этого стиха – идиотское переубеждение. Ты знаешь таких людей? Разумеется, это стихотворение о том, как все осуждают чтение мной. А чтение мной? Это неважно. А, ну, может быть, о чем угодно. Я написал его, чтобы было проще вести аналогию с... У каждого есть странные хобби и тайные увлечения? Что-то, что тебе хотелось бы скрыть от посторонних глаз, чтобы люди не стали над тобой насмехаться или думать о тебе хуже. Слушайте, а может быть, это о ней имелось в виду, что она любит пауков и, типа, она такая противная и тому подобное? Потому что почему, ну, все так выходит? Но ведь именно это и делает таких людей идиотами. Кому какое дело до того, кому что нравится, если это никому не вредит и приносит человеку радость? Особенно на, можно сказать, агеях, да? Думаю, люди действительно должны научиться уважать друг друга за странные пристрастия. Хм, как забавно. Юрий тоже написал сегодня нечто подобное. А? Юрий? Ну да. Она сказала, что ее стихотворение было про ее необычное увлечение. Я не особо понял, но ее объяснения во многих совпадали с твоими. Что люди не должны заставлять друг друга чувствовать из-за этого неуверенность. Правда? Эмм. Я хочу сказать, что Юрий весьма странная. Поэтому я бы не стала сомневаться, что у нее есть парочка странных хобби. Но я не говорю, что это плохо. Уф. Я не могу ее судить. Нацуки с трудом находила слова. Полагаю, мне не стоит быть с ней такой грубой, если она не чувствует себя в безопасности из-за своего странного поведения и тому подобного. Ими в виду, что всегда ненавидела людей, которые заставляли меня чувствовать себя неуютно. Юрий заставил меня вчера испытать такие чувства. Но то, как ты это преподнес, показывает, что она усвоила урок. Полагаю, я это и хотел сказать. Вообще, на самом деле, то, что я преподнес вчера, это означает то, когда мы вместе там спорили и там подобное. Но Нацуки поняла совсем другое, походу. Даже если ее стиль написания сильно отличается, уверен, она по достоинству оценит мораль твоего стихотворения. Как ни крути. Это то, что у меня получается лучше всего. Мне не нравится писать, если стих не несет соответствующего послания. То есть, передавать эмоции, конечно, важно. Но я хочу, чтобы люди думали, а не только чувствовали. Не забывай. Я к завтрашнему дню напишу отличный стих, поэтому ждись с нетерпением. Походу, друзья, нас ждет еще один день со стихами и тому подобным. С кем мне дальше поделиться своим стихотворением? Моника осталась. Моника, пососи условненько. И снова здравствуй, блудлинец. Как творческие успехи? Охуенно, блин, вообще нормально. Нормально, я думаю. Меня это устраивает? Устраивает все, кроме плохо. Я рада, что ты стараешься. Возможно, скоро ты сочинишь шедевр. Конечно, я сочиню такой шедевр, что просто все обосрутся просто в этом классе, а подгузников будет только у меня, и все. Ахаха, я бы на это не рассчитывал. Никогда не заешь наперед. Хочешь поделиться своим сегодняшним творением? Конечно, вот. Я протянул свое стихотворение Монике. Хорошо. Очень хорошо. Чувствуется, что ты не только совершенствуешь свой стиль. Образность гораздо лучше, чем в предыдущем. Позволь полюбобытствовать. Ты вдохновлялся творчеством Юрия? Хм. Думаю, что так. То есть намек уже идет на то, что мы выходим на рот Юрия, походу. Ты же не станешь отрицать, что она талантлива? Ни в коем случае. Мне кажется, ее стихи самые романтичные. Ха. Ну, не знаю. Ну, такие, да. Если честно, если из всех, кого взять тут, то да, реально у Юрия самые такие интересные стихи и тому подобное. Это будет лучшим описанием. Взяв ручку, она будто бы становится другим человеком. Я тоже это заметил. А когда она говорит о литературе, внутри нее словно свет загорается. Хм. К сожалению, не так просто вызвать ее на откровенный разговор. Я пыталась. Можешь мне поверить? Кто знает, что творится у нее в голове. Надеюсь, ты не подразумевала ничего плохого. Нет, конечно же. Я только имела в виду, что хотела бы, чтобы она меньше держала в себе. Ну, но все же, вот так ты ее можешь защищать. Ты, наверное, влюбился в нее. Э? Ты не все так неправильно поняла. Ахаха, успокойся. Я пошутила. Кроме того, я уверен, у нее есть парень. Вообще, на самом деле, она правильно понимает. Мы влюбились в нее, да? Погоди, серьезно? Да, по крайней мере, вымышленной. Последнюю часть Моника прошептала мне на ухо. Только это только догадка, но... Ну, в этом ничего нет плохого. О, я это хорошо знаю. Я просто так сказала. Ну да ладно. Моника тут, кстати, на самом деле еще та... Сучка. Да, хочешь теперь прочитать мое? На самом деле, я не знаю спойлеров и тому подобное. Но я знаю, что она будет очень главным тут персонажем. А мне понравилось то, что у тебя вышло. Надеюсь, и тебе тоже понравится. Ладно, давай посмотрим. И ее стих. Спаси меня от цвета. Они не останавливаются. Яркие, прекрасные цвета. Мерцают, взрываются, пронзают. Красный, зеленый, синий. Безконечная какафония. Бессмысленного шума. Шо ты несешь? Вот, честно говоря, Моника, шо ты тут вообще написала? Шум, он не прекращается. Безумные. Грохочущие волны. Пища, отвяжа, пронзают. Синус, косинус, тангис. Как играть с пластинкой на дидже вертушки? Как проигрывать винил на прохладной пицце? Бесконечный стих. Йоу, мадефака, бич. Соси, кирпич. Бессмыслицы, парты. Загрузи меня. Что? Загрузи меня? А это не ломание уже четвертой стены начинается? Если вы не знаете, что такое ломание четвертой стены, вы узнаете позже. Хм. Это даже более абстрактное, чем предыдущее. Я, честно говоря, из всех стихов ее вообще нихера не понял. Это даже более... Да. Ахаха. Думаю, мне просто такой стиль. Как вот... Вот мне нравится вот это вот... Мне вот дико нравится вот эта вот поза, когда она вот так вот стоит. Просто. Но она меня и пугает немножко. Она, кажется, для нас такая добренькая, хорошая. У нее такая платьишка. Кстати, если вот это посмотреть, то можно увидеть ее трусики. Ладно. Да. Думаю, у меня просто стиль такой. Извини, если тебе не нравится. Я вообще не понимаю, друзья, на самом деле, как эту игру можно совместить с литературным клубом, то, что будет происходить далее. Я просто серьезно не понимаю, что может произойти дальше. А знаете почему? Потому что всегда, когда я играю в игры, я практически всегда угадываю, что будет происходить далее. Практически везде одинаковый стиль, написание и тому подобное. А тут... Тут что-то, блядь, вообще происходит непонятное. Все лампово, все хорошо. Но я же знаю, что что-то произойдет. И это как-то очень странно. Нет, я этого не говорил. Просто, наверное, прежде я ничего подобного не видел. Мне нравится играть с местом на бумаге. В зависимости от того, где и как ты расположишь слова, настроение стихотворения может полностью измениться. Вы должны, друзья, проникать в то стихотворение, которое мы читаем. Потому что в каждом стихотворении это частичка того человека, который его пишет. И подсказка того, каким он будет. Но тут, что тут произошло, я не понимаю. Это почти как магия. То, что я пишу такие короткие строки, создает впечатление, будто бы они пытаются перекричать шум. Ясно. Хотя мне по-прежнему трудно понять, о чем стихотворение, если честно. Да. А-ха-ха. Порой не стоит спрашивать, о чем стихотворение. Стихотворение может быть столь же абстрактным, как физическое выражение чувств. Или разговор с читателем. Короче говоря, не каждое стихотворение о чем-то рассказывает. В любом случае. Вот тебе писательские советы дня от Моники. Иногда ты оказываешься перед трудным выбором. В таких случаях не забывай. Сохранять игру, друзья. Тут намек очень жесткий. Сохранять игру. Никогда не знаешь, когда ты можешь передумать. Или когда может случиться что-то неожиданное. Стоп. А этот вообще совет применим к поэзии. Что я такое говорю? А-ха-ха. Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Друзья, ломание четвертой стены начинается прям с этого. И Моника нам это демонстрирует. Итак, друзья. Все закончили с ченем стихов. Я хотела со всеми вами поговорить кое о чем. Не могли бы вы собраться передо мной? Это насчет фестиваля? Ну, вроде того. А нам и правда нужно в нем участвовать. Я сомневаюсь, что всего за несколько дней мы сможем подготовить что-нибудь интересное. Вместо привлечения новых членов мы все скорее позоримся. Меня это так же беспокоит. Приготовление в последнюю минуту не мой конек. Да не волнуйтесь вы так. Мы сделаем все по-простому. Идет? Нам понадобится только несколько небольших декораций. Ну, как вы понимаете, да, друзья? Мы там к этому расширяем наш клуб. Но вряд ли он расширится. Сайюри рисовала плакаты. А я сделала дизайн листового, который мы будем раздавать во время фестиваля. Хорошо, это все замечательно, но я так и не поняла, что именно мы организуем для фестиваля. Ой, прости, я была уверена, что вы уже слышали. Слышала ты. Мы организуем выступление. Выступление? Моника. Да, мы будем выступать со своими стихами. Каждый из нас выберет стихотворение, которое будет читать на фестивале. Но изименка в том, что мы позволим прочесть стихотворение любому желающему. Сайюри как раз пишет информационные плакаты, чтобы у всех было время подготовиться. Хе-хе-хе. Сайюри поняла плакат, который раскрашивала в данный момент, чтобы нам было видно. Моника, ты издеваешься? Я надеюсь, вы все еще не начали их расклеивать. А, ну вообще-то начали. Думаешь, это плохая идея? Ну, не что бы. Идея неплохая. Но... Я на это не подписывалась, знаешь ли. Я ни за что не стану выступать перед кучей народа. Я согласна с Нацуки. Я бы никогда в жизни не смогла сделать такое. Представив себе это, это Юрий яростно замотала головой. Девчата. Оставься, Юрий. Я понимаю их реакцию. Не забывай, что кроме этих двух дней, Юрий с Нацуки никогда ни с кем не делили своими стихами. Но вообще-то... А, ну да, в принципе, наверное. Я прошу слишком много, ведь им придется читать свои стихи вслух перед большой аудиторией. Я почему-то упустил этот момент. Простите меня. Однако, я все еще считаю, что мы обязаны выложиться на полную. Нас лежит ответственность за судьбу литературного клуба. Если мы возьмем инициативу и хорошо выступим, то других вдохновим на чтение стихов. А чем больше людей будет выступать, тем лучше у нас получится донести до них несколько нас... Насколько захватывающей может быть литература. Да, ведь она раскрывает ваши чувства. Это словно заглянуть глубоко внутрь себя. Открыть новые горизонты и повеселиться. Са Юрий, кстати, вот не такая красивая, да, как и Юрий, но она вот очень веселая, в принципе. Да вообще, если честно взять, у каждой девушки тут офигенный, в принципе, характер. Даже та же Нацуки, она хоть и жопа полная майонеза, но она такая вроде тоже такая ня-ня-ня-ня-ня-ня. А Моника типа жизнерадостная, Юри такая прям, ох, да, возьми меня тут, сэмпай. А Са Юрий, ну, радостная тоже. Да, именно. Ведь как раз по этой причине мы собрались в этом клубе. Разве вы не хотели бы поделиться этим с другими? Знаете, на самом деле, когда я только-только начинал в эту игру играть, мне только нравилось с Юрией все. Больше никто, ну, с Аюрией еще немножко. А вот сейчас мне все нравятся, если честно. Вдохновить их на поиск тех же чувств, что привели вас сюда. Я знаю, что да. Я знаю, что мы бы хотели все этого. Если все, что для этого требуется, это постоять, простоять перед аудиторией пару минут, прочесть их. Я не сомневаюсь, что у вас получится. Ха, они сразу описались. Нацуки и Юрий молчали. Са Юрий выглядела взволнованной. Похоже, у меня не остается выбора. Я согласен. Я не думаю, что ты просишь слишком многого. Как по мне, Са Юрий с Моникой очень стараются, чтобы привлечь в клуб новых членов. Один член уже у вас в клубе есть. Небольшие выступления меньше, что мы можем для них сделать. Ну, может и так, но... Кажется, у Нацуки не осталось аргументов. Ого. Хорошо. Ладно. Наверное, мне просто надо пройти через это. Отлично! Фух. Спасибо, Нацуки. А ты Юрий? Юрий удрюченно обвела взглядом замерзшего в ожидании лица. Ох. Благо, у меня особого нет выбора. Ага. Значит, выступаем все. Юрий, ты лучшая. Этот клуб когда-нибудь точно станет моей могилой. Боже, у тебя все отлично получится, Юрий. Итак, перейдем к главному. Я хочу, чтобы все вы выбрали стихотворение. Мы будем тренироваться читать их друг перед другом. Ни за что! Моника. Это слишком внезапно. Я писала все свои трусики. Если ты не можешь прочесть их перед друзьями, как ты вообще собираешься читать его перед незнакомыми людьми? О нет. Не волнуйся. Я буду первый, чтобы вы чувствовали себя комфортнее. Можно я буду следующей? Ага, ну конечно. Так, посмотрим. Моника пролистала тетрадь до стиха, которую приготовила для выступления. Затем она встала за кафедру. Стихотворение называется «Как мы летаем». Хм. Моника начала читать. Класс наполнился ее чистым, уверенным голосом. Более того, ее интонация безупречна. Она знает, как точно передать эмоцию каждого читаемого предложения. В ее словах ощущается жизнь. У нее уже большой опыт таких выступлений или это природный талант? Я поглядел вокруг себя. Все неотрывно смотрели на Монику. Сайори выглядела зачарованный. У Юри было напряженное выражение лица, которое я не мог понять. Наконец-то Моника закончила чтение. Мы вчетвером зааплодировали. Моника перевела дыхание и улыбнулась. Ты так здорово выступила, Моника! Ха, большое спасибо. Я просто очень хотела подать хороший пример. Ты готова продолжить с Сайори? Я пойду в следующий. Уау, Юри вдруг загорелась! Юри зажала в руках листок бумаги и поднялась. Опустив голову, она торопливым шагом прошла за кафедру. Стихотворение называется «Юри стревожно на нас посмотрела». Ты сможешь, Юри! Оно называется «Послеобраз багрового глаза». Голос Юри дрожит, когда она начинает читать. А ведь буквально только что она отрез, она отказывалась это сделать. С чего она вдруг решила переосилить себя? Когда Юри прошла первую пару срок, ее голос изменился. Это почти то же самое, как когда Юри поглощают книги. Дрожащие слова превращаются в отточенные слоги энергичной и смелой девушки. Ее стих изобилирует внезапными сменами ритмы. Ритмы и рифмы, которые она великолепно подчеркивает интонацией. Мы наблюдаем проблеск бушующего пламени, что сидит скрытый от всех в голове Юри. Внезапно стихотворение закончилось. Мы все остолбенели. Юри вернулась в реальность. Она в недоумении оглянулась вокруг, словно очнулась от наваждения. Я пришел в очередь спасать ситуацию. Я первым захлопал в ладоши. Все тут же поддержали меня. И мы выразили Юрию ее справедливое заслуженное признание. На самом деле, друзья, я кажется понимаю то, что она как бы проникает в книгу. Ну, мы все это понимаем, да? И становится частью ее. И хрен его знать, что с ней там дальше произойдет. Но смотрим дальше. Тут растянутость такая жесткая идет. И дело вовсе не в том, что мне хотелось бы хлопать. Просто она так застала нас врасплох, что мы совсем забыли об этом. Пока мы хлопали, Юрия прижала листок со стихом к груди и поспешно вернулась на свое место. Юрия, это было великолепно. Спасибо, что поделилась с нами. И так Юрия тоже отстрелялась. Ладно, думаю я следующее. Саюрия спрыгнула со стула и бодро зашагала к кафедре. Стих называется «Мой лук». Да это мой лук, типа это, про лобок, что ли? Хе-хе, ладно, шучу. Ах. Хо-хо-хо-хо-хо. Простите. Смешинка в рот попала. Эхе-хе-хе. Саюри, это намного сложнее, чем я представляла. Как вы так просто справились, девчонки? Хм. Попытайся не думать о том, что ты читаешь кому-то. Представь, что ты читаешь сама себе перед зеркалом или про себя. Это же твое личное стихотворение. Так получится лучше всего. Я поняла. Ладно. Саюрия начала читать. Почему-то возникло чувство, будто бы мягкий голос Саюри специально для этого создан. Стихотворение не отличается чрезмерной жизнерадостностью, так свойственной самой Саюри. Она умиротворенная, немного грустная. Если бы я сам прочитал его, оно вряд ли бы меня впечатлило. Но когда я слышу голос Саюри, то открывает для себя совершенно новый его смысл. Может быть, это я имела в виду Саюри, когда говорила, что ей нравятся мои стихи? Я будто бы заглядываю глубже внутрь человека, которого, как я думал, знал вдоль и поперек. Саюри закончила, и мы все зааплодировали. Честно говоря, тут дикое, ну, как это называется, растягивание вот этого момента. Но, может быть, это для того, чтобы мы каждого персонажа по отдельности лучше узнали? Хрен его знает. Я сделала это. Хорошая работа, Саюри. Эхе, наш блудлист меня похвалил. Наверное, это хороший знак. Что это вообще значит? Вышло очень красиво, Саюри. Атмосфера стихотворения тебе как раз подходит. Но может статься, что для других стихов такой способ подачи не пойдет. А, я совсем не понимаю. Другими словами, я видела некоторые твои стихи, где такой мягкий подход не сработает так же хорошо. Возможно, им понадобится большой напор, и это зависит от того, что ты читаешь. О, я понимаю, что ты хочешь сказать. А я им практиковал такие вещи. Я просто пока стесняюсь перед всеми. Хе-хе-хе. Тогда в следующий раз попрошу тебе выбрать стих, который бросит тебе более серьезный вызов. Не забывай, да, в фестивале у нас осталось совсем немного времени. Я думаю, следующий, друзья, день, который будет проходить у нас тут, это будет последний. И там мы уже выйдем на конец рута, а может быть и нет. Хрен его знает. Но на самом деле, я знаю некоторые секреты такие, что не буду пока рассказывать. Тут вроде как четыре девушки. А я вот читал, что тут оказывается не четыре рута, хотя на самом деле их вообще не четыре, а три. Но, жопа под отри. Вот, но на самом деле, я читал, что их каким-то хреном пять. Я не знаю каким, но, друзья, не спойлерим, если знаем. Так, кто следующий? Нацуки. Хм, не заставляйте мне выступать, чем выступит Булглинас. С вами мне все равно не сравнится. Сперва пусть лучше Булглинас снизит заданную вам планку, прежде чем я пойду. Нацуки. Все нормально. Мне нужно просто пройти через это. Правда, у меня не то, чтобы большое собрание стихов, так что я зачитаю то, что подготовил на сегодня. Я поднялся и прошел за кафедру. Все вцепились с меня взглядами, отчего мне стало ужасно неловко. Я зачитал свое стихотворение. Поскольку уверенности в собственном стиле у меня не было, мне трудно было соблюдать правильную интонацию. Несмотря на это, закончив, я получил свою порцию аплодисментов. Извините, да у вас мне еще далеко. Пусть это тебя так сильно не тревожит. На мой взгляд, дело скорее не в твоих способностях, а в отсутствии уверенности в стиле. Но со временем это пройдет. Да, может и так. Вот и славно. Осталась только ты и Нацуки. Да-да, уже иду. Нацуки не хотя, встала за стул и проследовала за кафедру. Стихотворение называется... Называется... Что это вы на меня так уставились? Ты ведь выступаешь. В общем, стихотворение называется Прыг-скок. Это что ли? Про Майдана? Ой, то есть ладно. Нацуки сделала глубокий вдох. Как только она начала читать, ее недовольный образ немного осмягчился. Она читала без особого энтузиазма, но в самом стихотворении чувствовалась рифма и ритм. Друзья, мы уже 20, мать его, минут смотрим, какие стихи они читают. И мы даже их не видим. Мы просто узнаем, каким образом они читают. Ой, это фирменный стиль письма Нацуки, и он на удивление хорошо работает, когда стих читает вслух. Слава будто бы скачет вверх-вниз, придавая стихотворению жизнь. Может это объясняется нам то, чтобы мы лучше выбирали дальше на Юре? Нацуки закончила, и мы вместе захлопали в ладоши. Она угрюмо плюхнулась на свой стул. Было не так страшно, правда же? Тебе легко говорить. Лучше не заставляй меня проходить через это снова. Ха-ха-ха. Ну а теперь-то ты точно чувствуешь себя более уверенной, чтобы зачитать тихотворение перед большей аудиторией. Я хочу сказать, что как раз перед незнакомыми людьми это будет куда проще. Перед другими людьми я могу носить любую маску. Но если речь идет о моих друзьях, мне снуться неловко. Как неожиданно, суки. Мне кажется, что со мной как раз наоборот. Что ж, я говорю, как и есть. Так что, ну в таком случае, значит в фестивале тебе можно не беспокоиться. Правда, итог, я хочу поблагодарить всех за наши сегодняшние достижения. Это может быть непросто, но я надеюсь, что теперь вы все понимаете, каково выступать перед публикой. Обязательно выберите стихотворение для фестиваля и поработайте над чтением, хорошо? Я займусь буклетами, так что сообщите мне заранее, чем будете выступать. Ёлки, надо было мне другой стих найти для такого мероприятия. Да, все нормально. Тебе не обязательно брать стих, собственное сочинение. Я уже приятно удивлен, что ты вкладываешь столько сил в наш клуб. Я по-настоящему счастлива. И вот она опять этот шест сделала. Почему? Ах да, никаких проблем. Ладно, ребята. Думаю, на сегодня мы сможем закругляться. Я знаю, что фестиваль вот-вот наступит, но давайте постараемся и завтра тоже напишем стих. Опять, друзья, последний стих, мне кажется. Будем писать, а может и не последний. Но я надеюсь, что после третьего уже мы никакой стих не будем писать, потому что тут рутов как бы тоже много, и вообще навала не сильно длинная. Пока все получается так здорово, что хотелось бы продолжить. А что до мероприятия? Завтра мы его спланируем, и у нас будут выходные, чтобы подготовиться. Понедельник будет грандиозным днем. Жду, не дождусь. Я смогу, я смогу. Ладно. Я встал. Я никогда не смогу проявить столько же энтузиазма, сколько есть у Сайюри с Моникой. Но я хотя бы постараюсь выступить достойно, если это ради клуба. Ради того, чтобы впечатлить Монику. Почему Монику, а не Юри? Мы же к Юрике подбиваем свои клинья. Тогда я приложу все усилия. Ты готовы идти, Сайюри? Ага. Посмотрите, как она этих двоих. Всегда ходит вместе домой. Это так мило, ты не находишь. Хе-хе-хе. Блин, девчонки. Только не раздувайте из этого целое событие. Мы просто потрахаемся и все... Ой, то есть... Да все равно это, наверное, приятно. Ой, то... Юри, идем с нами. Сайюри, иди отсюда. Хе-хе. Ну... Э... Как мне на это ответить? Все в порядке, Блудлиненс. Тебе не нужно ничего говорить. Ладно, пойдем уже. Ну и, друзья, как вы понимаете, мы наконец-то закончили эту нудную хрень с этими стихами гребанными. И я думаю, что дальше будет интересней. Так что я надеюсь, вы не уснули там. А если уснули, ну ничего страшного, просыпайтесь. Я снова иду домой с Сайюри. Я снова иду домой с Сайюри. Хоть прошло всего несколько дней, много всего изменилось в моей жизни. Однако сегодня по дороге домой Сайюри ведет себя гораздо тише, чем обычно. Слушай, Сайюри... Извини, я задумалась. Ха, неудивительно. Ммм... Я тут думала кое о чем. Мне нравится, что у нас... То есть... Сайюри пытается подобрать слова. В общем, представь, что однажды Юрий попросит тебя пойти с ней вместе домой. А? Что ты ей ответишь? Что за вопрос такой? Ты мне сейчас поставила в тупик. Хе-хе-хе. И тут у нас выбор, друзья. Либо мы выходим на Сайюри, либо на Юри. Ну, у меня вопросы такие... Ответы, вопросы были очень жесткие в плане того, что мы, походу, выходили на Сайюри и на Юри. Но, конечно, мы идем на рут Юри и выберем Юри. Идти домой с Юри. Хам! Но, друзья, я попробую все финалы. Я забабахаю для вас специально. Так что никто не останется, как бы, ну, без финала. Иди домой с Юри. Хм! Почему от этой мысли у меня так заклокотало сердце? Да? Заклокотало. Вообще, учитывая, как сложно ей дают сообщения, я бы ужасно себя чувствовал, если бы я отказал. Она же такая умная, красивая. Какое отношение это имеет к тому, что я только что сказал? Аха, ты это признал? Блин. Как вообще смысл... Какой вообще смысл размышлять о том, что никогда не произойдет? Может, ты и прав. Но мне нравится думать об этом. Уж довольно скоро я буду тебе не нужна, понимаешь? В смысле? С Юри? Я серьезно не могу понять, с чем ты думаешь сейчас. Прости. Все люди разные. И никто из девушек в клубе не может тебя заменить. Хм. Как скажешь. Разговор оборвался, и мне стало неловко. Но тут она сама виновата. Застала меня врасплох своими странными вопросами. А я просто не способен ей солгать. Однако, если что-то делает ее счастливой, я бы не позволил себе лишить ее этого. Поэтому я сказал, что смысла рассуждать об этом нет. Опять же, до фестиваля еще несколько дней. Кто знает, что может произойти за это время? На самом деле, друзья, знаете, прикол в том, что... Как бы, да, я бы на самом деле не обидел бы Саюри. Она классная вообще баба, ну, девчонка. Но как бы мы выходим на Юри. И мне не хотелось бы вообще никого обижать. Я бы хотел, чтобы все было бы круто. Но хрен его знает, что тут не будет круто. А может и будет хрен его знает. Короче, у нас единственный момент, где мы выбираем. Сейчас опять третий раз на пойму и все такое. Так что, друзья, я выбираю. А вы не смотрите. Вы закрываете глазки, ждете и оп! Ну что, дорогие друзья, мы забабахали, в принципе, ответики. А я много раз, Юрика, прыгала вот там вот. Ой, так прыгала просто. Все. Так. Ой, ну надо же. Я снова пришла последней. Не парься, я сам только что зашел. Ты снова практиковалась в игре на пианино? Да. Ахаха. Ты полна решимости? Ты переиграла в Undertale? Открыла новый клуб? Стала учиться игре на пианино? Я бы не назвал это решимостью. Скорее, страстью. Не забывайте, что нибудь здесь в вас не было. И никакого клуба. Я просто вне себя отчастие, что вы все согласились помочь мне с выступлением для фестиваля. Ах, скорее бы он наступил. Всяо будет просто супер. Удивительно, что на суке такая. А? Разве только что вчера это не было поводом твоего негодования? Ну да. Я не имею ввиду наше участие в фестивале. Я говорю о дне, когда можно ничего не делать, играть и есть кучу всяких вкусностей. И самое главное, друзья, я хочу сказать вам то, ну, перерывы между новеллой. Не удивляйтесь, если эта новелла станет очень популярной через какое-то время. Знаете почему? Потому что она реально охрененная. И я это сразу вижу. Когда я это вижу, это происходит, друзья. И сейчас ее на русский перевели. Я надеюсь, она не просто не умрет кандертейл, над которым просто миллион копий сделали. Над этой игрой, конечно, я надеюсь, копий не будет. Вот, я надеюсь, будут мемчики. Мемчики это круто. Но я надеюсь, что не будут так же возвышать ее до бесконечного лета. Типа там, хотя бесконечное лето не самое лучшее новелло. Ну, ладно. Я говорю о дне, когда можно ничего не делать и играть. Есть куча вкусностей. Почему-то ты сейчас похож на Сайюри. Моника, они ведь обычно готовят жареных кальмаров. Кальмаров? У меня довольно специфичная причина ждать фестиваль. Ой, да ладно. Хочешь сказать, что тебе не нравятся кальмары? Вот именно. От тебя я этого не ожидала. Я не говорил, что мне не нравится. Кроме того, что значит именно от тебя? А то и значит, что у тебя пахнет кальмарами с писечки. Они у тебя в имени. Мон и К. Моника. Типа Мон и К. Это типа по-японски, наверное. Э? Моему имени нет ничего подобного. И вообще-то штука. Шутка теряется при переводе. Э? Это сейчас потеряли шутку японцы или потеряли шутку те, кто переводил? А, неважно. Давайте сосредоточимся на подготовке мероприятию, хорошо? Эта шутка, наверное, теряется, потому что японцы сделали эту игру. А когда англичане, ну, то есть англичане, господи, американцы перевели... Блин, я не знаю, кто их... Кто там вообще переводил на английский? Это ж игра на японском? Это ж японская игра, нет? Или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю. Эхи-хи. Мне насрать, кто ее сделал. На самом деле, мне она нравится. Ладно, ладно. Твоя реакция все равно не такая забавная, как у Юрии или Сайори. Прошу прощения. А где, собственно, Сайори? А вот... А вот ты где? Сайори сидела за партой, в уголком ты уставившись в пустоту. Я подошел к ней. Брят, Сайори. Я помахал рукой у нее перед лицом. Эхи. Ты снова витаешь в облаках? Ах. Эхи, прости. Не обращай на меня внимания. Я тебе поговорю с остальными. Хмм. У тебя все хорошо? Разумеется. А что может быть не так? Просто ты ведешь себя немного странно. И извини, если навоображал. Боже, ты слишком много обо мне беспокоишься. Мы выбрали Юрии, и поэтому Сайори чувствует себя отрешенной от нас. Я в порядке, видишь? Сайори широко мне улыбнулась. Не позволяй мне отвлекать тебя и развлекайся с остальными. Ну ладно, как скажешь. Я взволнованно поглядел на Сайори, прежде чем развернуться и пойти к остальным. Однако их разговор уже завершился, и все вернулись к своим делам. Может, стоит спросить Моника о нездоровом поведении Сайори? Да ты сам должен, дурак, понимать. Блядь, ты идиота, кусок. Раз они готовились к фестивалю, наверняка провели немало времени вместе. Я не уверенно подошел к Монике. Она как раз разбирала на столе какие-то бумаги. Ну, блин, как дела? Слушай, это может быть прозвучать немного странно, но... Не замечала ли ты в последнее время в поведении Сайори что-нибудь необычное? Что-нибудь необычное? В каком смысле? Может, я, конечно, выдумываю, но... Мне она сегодня кажется немного мрачной. О, вот как! Не могу сказать, что замечала за ней что-нибудь такое. Моника украдкой посмотрела в угол комнаты, где Сайори отрешенно водила ластиком вверх-вниз по парке. Может, ее что-то беспокоит? Для меня более странно то, что... Это не я тебя спрашиваю о ее состоянии, Булдлинас. Ты ведь знаешь ее куда лучше меня? Да, но она практически никогда себя так не вела. Она всегда делится со мной тем, что ее беспокоит. Но когда я ее сейчас об этом спросил, она, по сути, дала мне отворот-поворот. Извини, я, конечно... Ну, я понимаю, что это не твоя проблема. Я просто хотел узнать. Вдруг тебе что-то известно? Забудь. Нет, постой. Для меня это не менее важно. Ведь я тоже ее друг. Я позабочусь о благополучии членов своего клуба. Давай я попытаюсь сама с ним поговорить. А ты уверен насчет этого? Кажется, она хочет побыть в одиночестве. Так ли это? Может, ей просто трудно быть откровенной с объектом своего интереса? Объектом интереса? Что ты под этим имеешь в виду? В каждой новелле... Практически в каждой. Главный персонаж же полный баран просто. Я говорю о том, что она может думать о тебе, Блдлинас. Обо мне? Ну, я б таким дураком не был. Я б сразу понял бы об этом. Как ты вообще пришла к такому заключению? Ну, возможно, скажу лишнее, но... Ты знаешь, что у Сайюри все разговоры только о тебе? Ага. Она стала заметно счастливее с тех пор, как ты к нам присоединился. Словно яркое пламя вспыхнуло у нее внутри. Что? Хуй, а чё, блядь? Не может быть? Что ты за дурак, блядь, Блдлинас, тупорылый, а? Сайюри всегда была такой. Она постоянно излучала солнечный свет. Она всегда такой была, как тогда, так и сейчас. Хе-хе-хе. Блдлинас, ты такой забавный. Ты никогда не задумался, что она... Почему, наверное, она такая веселая? Тогда, когда ты рядом с ней. Ах, вот тут я точно лишнего сболтнула. Нет, в принципе, ты нормально все сболтнула. Это, как всегда, главные персонажи в каждой новелле дурачки. На самом деле, в этой новелле очень много таких моментов, которые происходят и в других новеллах. Как это охарактеризовать одним словом, я забыл. Ну, я надеюсь, вы напишите в комментариях. Я не помню это слово. Я знаю, я уже 4 часа ночи, но мне интересно проходить. И здесь, с другой стороны, откуда мне знать? Я не должна делать поспешных выводов, так что просто забудь все это, что я сказала. Я попытаюсь поговорить с ней так, что не ломай пока сильно над этим голову. Ага. Хорошо. Моника многозначительно улыбнулась. Знаю, она просила не думать об этом, но я уже понимаю, что никак не выкинуть ее слова из головы. Моника встала и пошла через комнату туда, где сидела Сайори. Она присела рядом с ней и мягко начала что-то говорить. Она говорила, она так тихо, что со своего места мне было бы не услышать, что именно. Я вздохнул и тяжело сел за парту. Хоть Сайори и сказала не волноваться о ней и веселиться с остальными, для меня это невозможно, пока она сидит там мрачнее тучи. Насколько же сильно она мне дорогая, если меня это настолько угнетает, потому что она твой друг, надо было самому поговорить с ней, турбесла. Теперь у меня такое ощущение, будто бы я веду себя странно. Но мне ничего не остается, кроме как ждать Монику. Почему меня такое ощущение, будто бы за мной наблюдают? Я глядел в комнату. Тут я заметил, что Юрию кратко и поглядывает на меня из своей книги. Однако она мгновение отвела взгляд и снова смущенно уткнулась в книгу. Я понял, что так она никуда не продвинется. Еще ни разу не видел, чтобы Юрия подошла к кому-нибудь и по собственному желанию завязала разговор. Так что мне ничего не оставалось, кроме как взять инициативу в свои руки. К этому моменту я среди девушек уже вполне освоился. Я встал за свои парты и сел за соседнюю с Юрия. Я не хотел тебе вмешать. Расслабься, ты даже ничего не сделала. Но я поняла, что ты хотел остаться на дне со своими мыслями. На дне со своими мыслями? Как ты догадалась? Это состояние, в котором я пребываю довольно часто. Для меня несложно это определить по твоей позе и выражению лица. Ну, вообще на самом деле, когда ты наблюдаешь за человеком, который тебе нравится или ты любишь, то понятное дело, что ты будешь на него постоянно смотреть. Я обычно в школе, когда мне кто-то нравился, смотрел на него постоянно и смотрел, посмотрит ли он на меня. И когда мы ловили взгляды, это что-то на уровне, наверное, животного инстинкта. Вот. Ну, ты понимаешь, что ты нравишься девушке. Но я не таращилась на тебя, ты не подумай. Я бы ничего такого неприличного не сделала. В любом случае, ты прав. Права. Извини, если я побеспокоил тебя. Извиняйся. Твои трудности и забота лишь от тех, кто охотно разделит их с тобой. Конечно, есть и такие, кому комфортнее держать тревоги при себе. Но если ты предпочтешь поделиться со мной тем, что тебя терзает, я с радостью тебя выслушаю. Ах да, тут нет ничего такого. Мне просто немного не по себе из-за Сайори. Сайори? Да, она сегодня какая-то сама не своя. А когда я у нее спросил, что не так, она не захотела со мной делиться. Поэтому я не мог отделаться от мыслей, что с ней что-то произошло. О, как романтично. Яично. Ага, прости. Какую-то глупость сейчас сказала. Дело не в этом. Я просто не хочу, чтобы ты поняла меня неправильно. Просто мы с Сайори дружим очень долго, с самого детства. Вот и все. Ах, ясно. Тогда, наверное, для тебя необычно, что она не посвящает тебе свои чувства. Или, может быть, я это навоображал себе, бог, весь что? Плудлинос. Мир полон скрытых смыслов. Но, чтобы их обнаружить, нам приходится учиться читать между строк. Так же в каждом человеке, как бы хорошо ты его не знал, остается много неразгаданных тайн. А? Получается, ты тоже думаешь, что за этим что-то есть? Ну, на мой взгляд, Сайори очень сложная личность. Ее манеры и причуды не всегда отражают то, что происходит у нее в голове. К тому же, Сайори может не всегда понимать, что она хочет сама. Я тоже заметил ее сегодняшнее неординарное поведение. И мне она тоже не безразлична. На твоем случае, похоже, она занимает все твои мысли. Я права? Ну? Пожалуй, что так? Сайори. Она и правда много для тебя значит, да? Пожалуй. Но тебе не обязательно выражать это так. Мы просто хорошие друзья, только и всего. Юрия вдруг пристально посмотрела мне в глаза. Ее лицо было спокойным, а во взгляде считалось любопытство, словно она ищет что-то. Смутившись, я отвел взгляд. Порой тайны человека не раскрываются даже перед ним самим. И тебе, заботливому и честному. Возможно, еще предстоит обнаружить в себе чувства, о которых ты не подозревал. Интересно, какие. Не, ну в каждом, да, человеке есть такие чувства, которые он не подозревал. На самом деле они есть, и он сам просто от них отнекивается. Во многих есть чувства мудачества, говнячества, но они этого не понимают. И даже этого не признают. Они такие, да, мне удобно вот так вот поделать. А потом где-то там я там буду эгоистом, где-то там я там анархистом. То есть, я полагаю, что ей бы крупно повезло, если бы ты относился к ней именно так. Так, Юри, ты слишком меня переоцениваешь. Я парень простой. Вижу сиськи и ставлю лайк. Я думаю, что уж свои-то чувства понять вполне способен. Она у нас узнает таким способом, типа нравится нам с Юри или нет. Ну, девушки, они на все хитрости пойдут, чтобы узнать, что и как. Так, во мне и близко нет твоей утонченности. Ах, это не комплимент, не так ли? То есть, то есть, ладно, раз уж мы здесь, можем, может немного почитаем. Если ты не возвращаешь, только за. Мне все равно надо на что-нибудь отвлечься. И мы будем читать. Такс. Итак, друзья. Через некоторое время Моника обращается ко всем. Я думаю, настало время поделиться своими стихами. Опять стихи. Не успел я опомниться, как все вернулось в норму. Все пошли доставать свои стихи, а я вместе со всеми. Наши с Моникой взгляды встретились, а нам не улыбнулось. Интересно, о чем они с Юри беседовали? Интересно, о чем, да. И тут опять то же самое. Так, первое стихотворение Юри. Юрки. Уль, был Глинус. Твой писательский навык значительно возрос за эти несколько дней. Каждое твое стихотворение можно охарактеризовать как выдающееся. Я, правда, чувствую вниз твои эмоции. Ну, конечно, чувствуешь, я для тебя писал. Специально для тебя. Синеволосая, фиолетоволосовая, сисья, ладно. Сисечка. Я даже немного завидую. У меня не выходит... Не выходило сразу писать так естественно. Юрий, тут ты не права. Для меня здесь нет ничего естественного. Я могу улучшить свои навыки только благодаря тебе. Ты мой пример для подражания, к которому я стремился. Вот как. Юри Милая едва заметно улыбнулась. Это чувство. Я так рада. Мне выпал шанс поделиться своим творчеством. Я никогда не думала, что испытаю такое. Я помню, как ты вчера об этом упоминала. Не могу поверить, что ты пишешь настолько хорошо и еще ни с кем не делила своими работами. Как-то обидно даже. Может и так, но у меня не то, чтобы был выбор. Что ты имеешь в виду? Она печально улыбнулась. Я всегда обедаю в одиночестве. Ты знал об этом, Блудлинг? Это прекрасное время, чтобы найти укромный уголок и немного почитать. Собственно, я всегда ношу с собой пару книг. Чтение действительно приносит мне удовольствие. Хотя это лишь с одной стороны. Но в книгах так много удивительных, воодушевляющих людей. Людей, в которых хочется влюбиться. Или людей, с которыми ты бы обязательно подружился. Ну, так же и кино, конечно же. Ну, любое творчество, да? Не унывающих, которые постоянно вызывают у тебя улыбку. Или же глубоких мыслителей, первооткрывателей, ищущих тайны жизни. Поэтому, если взглянуть на это с другой стороны, меня каждый день окружают друзья. Понимаешь? И они не смутся надо мной. То есть, она свой собственный мир создала, там, всякое такое. Не дразнит, что я витаю в облаках. Не шутят о моей фигуре. А еще, они не презирают меня, если я веду себя как всезнайка. А тебе так говорят окружающие? Я не всезнайка, Блудлинус. Как раз наоборот, я ничего не знаю. Я не знаю, как разговаривать с людьми. Я не знаю, как выглядеть нормально в их глазах. Не знаю, как сделать саму себя счастливой. А почему она не знает? Потому что она не идет на общественное мнение. Она не понимает этого. Многие люди, которые знают это, они делают то, как от них хотят другие. Например, вы приходите в класс давно, и вы пытаетесь сразу быть, типа, там, я такая-то, такая-то, там, или такой-то, такой-то. Типа, о, я фейсы слушаю, там, всякое такое. Ну, то, что нам, ну, в моде, там, ты разговариваешь с друзьями, там, типа, с друзьями, да, ну, с людьми, и ты уже, там, поддерживаешь их во всем, во вся, чтобы не быть белой вороной, потому что люди боятся быть ими, и практически из-за этого умирает индивидуальность. Если бы каждый, там, говорил, вот я, там, такой-то, мне насрать на твое мнение, я, ебать, ну, мне нравится это, я не буду слушать твое. А многие так вот, потому что боятся, что их затускают, затолкают, менталитет, может, такой, не знаю, хер его знает, почему так. Но, если вы вот такой вот один, и вас штуркают в школе, и тому подобное, то это не означает, что вы такой плохой, да, это означает, что просто, какая-то, знаете, банда обезьян собирается, вот, и они просто одинаковые. Если кто-то от них отличается, они туркают. Это так, это закон природы. Так есть у волков, так есть и у других. Это разве норма? Мы же отличаемся от зверей. Мы можем мыслить, мыслить, ебаный рот, мы же не звери. А вот именно такие вот стайки, как раз, скорее всего, и звери. Ну, многие по этому, как бы, живут, ну, да ладно, меня переполняют чувства. Но выразить я их могу, лишь читая книги и сочиняя стихи. Однако только сейчас, начав делиться ими с тобой, я наконец-то поняла, чего мне не хватает все это время. Но я не сделал ничего особенного. Нет, ты не прав. Ты проявлял спокойствие и уважение. Для меня это очень важно. Знаю, плутыли, со мной сложно. Я медленно говорю, все время сомневаюсь в своих словах. Слишком заморачиваюсь по мелочам. Но даже в такие моменты ты относился ко мне ровно так же, как и к другим. Я очень редко чувствую себя уютно при общении с людьми. Но когда я разговариваю с тобой, я по-настоящему счастлива. Вот как? Что ж, я отношусь к тебе так же, как ты этого заслуживаешь, Юрий. А если кто-то так не считает, пусть идет лесом. Я в клуб и вступил за тем, чтобы завести друзей. Я могу сказать, что одного друга я точно нашел. А ты? Ну, раз ты так говоришь. Да. Мы стали друзьями, не правда ли? Юрий опустил голову на руки. Но в этот раз она улыбнулась. Покажешь мне свой стих? Ага. С удовольствием. Сейчас только достану тетрадь. Призрак в тусклом свете, часть вторая. Блин, опять я нихрена не вижу. Пряди моих волос злато отражает в янтарном свете нападающим. Мне кажется, что это то же самое, нет? Купаюсь в синей изумрудовом свете мерцают вдалеке. Одинокая фигура. Показалось силуэт, как призрак в свечении. Сердце застучало. Силуэт все ближе подходил ко мне. Зонт я распахнул. Надеюсь, тень мое убежище. Но поздно... Тяжело читать, потому что я не вижу нихрена. Но поздно опохватилась я. Вот он уже идет под светом фонаря. Я охнула, зонт уронила, мерцает свет. Колотится в груди. Рука его подняла. Поднялась. Время замерло. Единственное движение знак янтарный свет его рукой. Ни хрена, честно говоря, не понял. Но мне кажется, что это похоже из того, что уже было. Прочитав стихотворение, я решил вернуться к Юрии. Но вместо того, чтобы взять его, она отвернулась. Тебе не понравилось? О, нет, конечно, понравилось. Я просто не очень представляю, как мне стоит ответить. Несмотря на обычную загадочность стихов, Юрию было несложно понять, о чем здесь шла речь. Не знаю, смогу ли я тебе объяснить. В этом нет необходимости. Я его понял. Вряд ли. Вряд ли. Сейчас слова даются Юрии тяжелее, чем обычно. Оно многое для тебя значит, да? Юрия кивнула. Я не очень силен в словах, но я рад, что ты поделилась со мной. Спасибо. Я надеюсь, что мы продолжим проводить время вместе. Несмотря на то, что я не видел взгляда Юрии, я мог заметить легкую улыбку на ее губах. Я снова попытался вернуть ее стихотворение. Но вместо этого Юрия нежно взяла мою протянутую руку и мягко оттолкнула. Я растерялся от ее теплого прикосновения. Ты можешь... Стих. Юрия снова не могла сформулировать свои слова. Хочешь сказать, что я могу оставить его у себя? Юрия кивнула. С радостью Юрия снова легонько улыбнулась, будто бы не хотела, чтобы я заметил. Благодаря тебе. Благодаря тебе мне всегда так хорошо внутри. Я знаю, что мне трудно дается общение с людьми, но... Надеюсь, когда-нибудь я смогу оплатить тебе за это. Ага. Не переживай. Думаю, ты очень стараешься. Юрия наконец-то повернулась ко мне. Благодаря нам нужно двигаться дальше, пока Моника чего-нибудь не сказала. Но я уверен, что мы сможем не раз еще так поговорить. Конечно. Я в этом не сомневаюсь. Юрия застенчива мне улыбнулась, и вернулся на свое место, чтобы убрать ее стихотворение. Ну и, друзья, опять же, мы на том же самом заканчиваем. На том же самом, что мы продолжаем читать стихи. Но... Эта серия была длинной. И следующая серия будет тоже длинной, в принципе. Я надеюсь. Посмотрим, как дальше произойдет все. Но я надеюсь, что... То есть даже не надеюсь. Я чувствую, что уже что-то будет. Что-то будет в следующей серии. А может быть, не в следующей. Но эта новелла не такая длинная, я уверен, на 100%. Нет, скорее всего, в следующей будет что-то... Эта жопа будет 100%, я уверен. На 100%. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Я не знаю, кто досмотрел до конца. И, может быть, половине людям уже было бы скучно и тому подобное. Но есть люди, которые будут досматривать до конца. Если ты досмотрел до конца, напиши. Блудлинес Петух. Вот. Если ты досмотрел, я пойму это, конечно же. И, ну, поставьте тебе лайк. Вот, на комментарий. Вот такие вот делишечки, друзьяшечки. Давайте ждем. Еще будет сегодня серия. Субтитры сделал DimaTorzok